На приеме у губернатора Павел Ганьков встретился с жителями региона, чтобы выслушать их проблемы тет-а-тет. Газификация села, поддержка малого бизнеса, вопросы уличного освещения и асфальтирования дворов. Пришедшие озвучили разные проблемы. На самом деле обращений сотни, сотни и сотни. И есть определенный механизм, согласно которому все это дело происходит. И большинство вопросов сегодня решается, не доходя до губернатора. Вячеслав Смирнов – фермер из Тейковского района. Разводит овец. Сейчас нужны деньги на реконструкцию помещений для содержания животных. Своими средствами не обойтись. Павел Ганьков предложил фермеру заявиться на получение гранта. У нас есть старое здание. У нас одно здание рабочее стало, а второе у нас провалилось крышу. Уже давно здание не работает. Вот сейчас хотели бы заняться реконструкцией, модернизацией. Елена Брежатюк живет в Кохме. Ее внуку два года. Столько же находится на реконструкции детский сад «Теремок» в их районе. Мы очень переживаем сейчас такой обстановки кризисной. Будет ли этот садик сдан к сентябрю месяцу? И вообще не превратится ли он в долгострой в связи с экономическими такими трудностями сейчас в стране с кризисом? Губернатор пояснил, что с «Теремком» подвел подрядчик. Сейчас исполнителя поменяли. Деньги в бюджете на реконструкцию запланировали. Я практически уверен, что в этом году «Теремок» будет введен в строй. Есть, конечно, нормативный срок. Мы рассчитываем, что это в сентябрь. Посмотрим. Я и сам дважды был на строительстве этого детского сада. Но сейчас, еще раз говорю, давны достроить. Жительница Новоталец рассказала о проблеме с освещением улицы Автодоровской. Точнее, о его отсутствии. В темное время суток по дороге опасно ходить. Часто случаются ДТП. Павел Коньков проинформировал, что к лету освещение восстановят на улице Автодоровской и Ярославской в Новоталицах. Эти участки вошли в программу повышения безопасности дорожного движения.